хорошая хорошая у нас хозяйстве все время в хозяйстве это говорит как будто у меня только хозяйство одно у нас появилась новая машина можете нас поздравить правда единственное что она появилась у нас ненадолго нам ее дали покататься это новый датсун в полной комплектации максимальной комплектации то есть там очень много плюшек внутри самое приятное что у нее цена бюджетная у этой машины то есть вопрос цены там до 600 тысяч и сейчас мы сможем будем кто дал тебе и метит мы теперь с мужем отправляемся в путешествие чтобы покататься на этой машине и рассказать своим зрителям и подписчикам тема нам вообще нам понравилось о кефирчик чем понравилась нам эта машина да и вообще не можно оставить молоко и будет ну ладно женька ну не прикалывайся хотя можно вот короче говоря эта машинка у нас будет две недели на хозяйстве потому что мы будем возить в ней всякие нужности ездить по всяким нашим делам тест-драйв по проселочной местности она уже прошла мы уже на ней катались посмотрели на что она способна ну и в принципе сейчас мы тоже едем в город и будем вам рассказывать по дороге свои ощущения мало ли может кому-нибудь захочется приобрести датсун и будут знать как бы всю правду всем привет всем привет сегодня мы едем в город на новой машине у нее работает парктроник да парктроник я буду немножко может быть громче говорить стараюсь микрофон держать между нами конечно ну так вот получается что когда снимаю на себя у меня зеркалит телефон и я к сожалению не настроил и не знаю как настраиваться честно говоря эта машина лево-леворульная а то подумайте что право рульная так можно управлять машиной вот этой кнопочка маленькой почему драйва а режим круиз-контроля разгоняет кнопочкой маленькой и вот частый как раз на режиме круиз-контроля едешь до вишни где там твой на точно классно то есть как бы на этой машине отдыхаешь немножко да когда едешь по ровной дороге вот согласись тут очень сиденья хорошие удобные удобно голове удобно спине да вот удивительно то что здесь сиденья поясницу поддерживает от головы и подголовник недалеко вот зеркало какое большое да нам не такую машину нашу машину совсем такого не хватает а мне сиденья таких не хватает как здесь у меня прям реально прям вот отдыхаешь сидишь но я смотрю сзади тоже достаточно много места не знаю сзади не сидел там детское кресло поставить багажник как ты считаешь багажник нормальный так для обычной семьи там мама папа ребенок в магазин съездить там сумку сумки набрать багажник более чем достаточно для такого автомобиля просторно даже так да, но я вам потом поснимаю этот багажник и покажу багажник я тоже удивился когда открыл что он большой да да что он большой достаточно но шумоизоляция нормальная в этом машине я в принципе разговариваю не громко единственное что переживаю за съемку потому что как бы снимаешь всегда думаешь как микрофон насколько он хорошо улавливает наш голос вот поэтому вот приходится так держать то ли мужу то ли мне мне вроде как интересны его ощущения потому что ну не каждый раз тебе дают машину новую покататься на ней посмотреть что это такое у нас получается как тест драйв вот записываются люди а мы а нам сами привезли да я думаю мало на самом деле не очень распространенная эта марка Datsun нет я сегодня видел видел да здорово и с таким же высоким клиренсом он дул вот этот модельный ряд он дул у нас ребята приезжали вот друзья наши сказали что друг их покупал Datsun правда я не знаю какой комплектации говорит очень доволен доволен прямо говорит как слон доволен насколько вот хорошие отзывы об этой машине она чем привлекательно мне так кажется вот просто женский взгляд на эту машину тем что все-таки в полной комплектации максимальный даже комплектации она стоит ну не таких баснословных денег да она стоит там 570 тысяч там со всеми скидками ну ладно 600 тысяч на официальном сайте может быть там даже чуть-чуть может быть дороже но в общем колеблется от 570 до 670 я вот так узнавала вот и конечно за такие деньги купить машину которая в прямом смысле напичкана чем только-только не напичкана с большим багажником высоким клиренсом удобными сиденьями большими зеркалами с хорошей управляемостью да расход топлива да расход топлива расскажи расход топлива я уже катаюсь надеюсь уже много катаюсь ну неделю год не ну не каждый день я не говорю про время я просто про количество поездок причем неделю неделю можно по-разному кататься можно раз в день радость не можно один раз в неделю покататься искать что-то неделю покатался можно два раза в день и так далее просто уже немало катаюсь и только половина бака из расходов то есть очень экономичная у меня такой еще в пользование машины экономичные не было это здорово ну да это вообще как естественно показывает расход топлива среднего сейчас средний расход топлива показывает 86 литров на 100 километров вот такие у нас тут просторы тамбовской губернии раньше губерния была тамбовская да сейчас область поля поля машин мало хорошо ну и как бы даже думаю в москве на такой машине тоже будет достаточно удобно на снимали не большая точена маленькая юркая 1 1 1 и ты на месте какие у тебя вообще вот так по-честному замечание по езде там по что тебе не понравилось ладно вот так говорить откровенно будем говорить что тебе не понравилось в этой машине когда первый раз сел как ты покатался на что обратил внимание но плетку для руля надо покупать очень скользкий скользкий руль но пластик просто я смотрю какой-то маленький руль но маленький для этой машины наверное считается нормальным потому что размер автомобиля соответствует размер рулю я думаю там двери открывание дверей дверь очень резко открывается открывается два положения одно положение не очень просторно можно вылезти из автомобиля а другое очень далеко отлетает и на излом просто открывается то есть придержать уже невозможно на летит там далеко до его она просто не два положения фиксации у дверей тоже такое нему не маленький недостаток то есть что в принципе самое главное это автомобиль мы ожидаем мы ожидаем расход топлива до управляем долговечный подвес подвеска насколько это возможно что по недостаткам ну багажник хорошо там с кнопочки открывался или как-то он только с салона открывается да и с ключа и нет так особо ручки открывать вверх удобно обратно-обратно закрывать неудобно это кстати даже на моем автомобиле тоже так открывать вверх удобно и закрывать неудобно так ну собственно говоря как я каких-то еще вот таких значимых недостатков я не могу сказать вот только наверно вот эти сейчас я вам покажу какой у нас храм большой в мичуринске и главный вот этот боголюбский собор самый большой в мичуринске очень красивый можно сказать предание было явление богородицы народу явление было тогда когда на город обрушилась чума и и очень много людей погибло а после этого явления чума прекратилась видимо народ молился очень да по вере и в память построен этот храм красивый ну конечно действующий храм сейчас едем по осеннему мичуринску наукоград на бывший город козлов не город козлов название козлов да ну это фамилия наверное я так понимаю не знаю почему я-то не знаю да ты просто догадываешься да я так предполагаю я историю города не знаю к сожалению не изучала город такой уютный низенький здесь очень много старых домов почти нет высоток провинциальные настоящий провинциальный город вот не очень он большой вот и очень много старинных зданий которые еще сохранились ну вот немножко вам поснимаю еще машину мы ее конечно немаленько попачкали не сильно но есть чуть-чуть перед у нее конечно такой симпатичный красивый фар ну и цвет баклажан наверно темный баклажан сейчас багажник как раз покажу немножко вот такой большущий багажник ну у нас багажник пока пустой мы его ничем не заполняли где-то горши ручки не хватает вот здесь до чтобы опускать меня часто спрашивают хочу ли я научиться водить машину ну честно сказать большим желанием не горю был какой-то период в жизни когда мне казалось что это было бы здорово если мы бы вместе водили машину я конечно не трус но я боюсь если когда-нибудь и будет машина у меня у самой то только автомат потому что ручную коробку передачи я вряд ли конечно освою точнее у меня придется освоить если я буду учиться но на автомате ездить как мне видится комфортнее даже по своему мужу я могу сказать что ему комфортнее водить автомат непривычно после ручной но комфортней он говорит я отдыхаю я сижу у меня руки ноги отдыхают особенно на круиз-контроле у него ножки вообще стоят ровненько и и даже на педальку не жмут если только надо затормозить тогда да вот ну спасибо большое ребятам которые предоставили нам датсун чтобы мы могли как говорится показать его людям рассказать о своих впечатлениях рассказать о всех плюсах и минусах а вот в целом мы довольны не знаю мне понравилось для семьи с двумя-тремя детьми пойдет такая машина и в сельской местности и в городском секторе ну вот нам конечно машина нужна гораздо больше чтобы выезды из дома были более такие масштабные чтобы всех покатать чтобы всех отвезти куда нужно вот но машина в принципе говорю достаточно интересная интересные комплектации интересная на вид сейчас мы прям в какой-то час пик попали много машин все-таки как хорошо что мы не в городе живем мы едем почти всегда по свободной дороге у себя там у нас там относительно новый асфальт его конечно скоро тоже разобьют потому что у нас там ездит сахарную свеклу в больших большие камаза возят потом у нас есть карьер неподалеку песочные там тоже возят щебенку песок в общем камаза все эти с прицепами груженные они конечно в первую очередь и разбивают дорогу салон такой стандартный не тесно в нем не скажешь тесно нет не тесно и саде тоже сидеть нормально комфортно сиденье кстати несмотря на то что это такой элемент не относящийся к двигателю там дороги передач да и ходовой части машины но сиденье создает комфортные условия для водителя конечно здесь сиденье хорошие простые но хорошие по своей форме сделаны так что водитель толку не устанет на дороге быстрее устанет от того что а здесь есть преимущество вот из-за того что у него такая управляемость не совсем прям совсем хорошая руль у нее жест и благодаря этому держать дорогу проще ну на поворотах естественно что она по своим габаритам мы мы сравниваем чтобы принято чтобы вы понимали мы сравниваем с тем что у нас было была у нас и семерка и немножко мы поездили на волге и kia sportage это ну получается у нас паркетник да или как его назвать правильный забываю конечно если бы у нас может быть было больше легковых машин так скажем в пользование чего взять сереже с людой а надо им дать попробовать у них то ли приора то ли нет не а вот я сейчас не вспомню потому что они меняли они сначала одну купили потом 2 купили то продали да вот если дать им попробовать на датсуне покататься они смогли бы до больше оценить ее это точно все совсем темно так ну что ребят приехали мы домой вот такой вам частый обзор от нашей семьи ну и спасибо ребятам что дали покататься мы еще будем пока на ней кататься может что-нибудь еще интересное сниму вам про эту машину приехали домой приехали ура